значит видео про веронику степанову и даже не столько про неё про то что вы как мужчины влияете на то как ведут себя женщин и так мне тут скинули от вероники степанова это такая известная психологиня прости господи за это слово которое я употребил рядом с ее именем и фамилией ну то есть это та которая засирает женщинам мозги в общем читаю мужчины теряют интерес к скучным девушкам чтобы молодой человек после года общения не терял к ней интерес что делать мужчины теряют интерес к скучным девушкам а скучные девушки все равно что хорошие правильные девочки если вы стараетесь как лучше готовите еду встречаете любимого в красивых платьях и думаете что он будет вас за это ценить вы сильно ошибаетесь и блуждаетесь все это настолько предсказуемо и до дошноты однообразно что ваш избранник может растерять к вам интерес поэтому я рекомендую все больше и больше обретать стервозные повадки у меня на ю тубе есть отличный ролик как стать сукой обязательно посмотрите его и потихоньку становитесь этой сукой тогда вы сможете удержать интерес мужчины еще очень долго и вот такие вот говно психологи засирают мозг заблудших женщин просто засирают просто в хлам и у них к сожалению огромное количество подписчиц там и так далее о чем это говорит это говорит только о том что мир катится просто в пропасть в трубу я считаю что такого человека который вот эти все вещи такие деструктивные говорит на публику учит в кавычках женщин вот этой вот и те ну как бы его нужно как минимум лишать возможности вести вот эту психологическую деятельность должен быть какой-то надзорный орган надзорного органа нет потому что как бы в первую очередь это должно государство контролировать вот эти все вещи то есть соответственно оно должно быть заинтересовано в институте семьи в том чтобы мужчину там не ущемляли его права да там чтобы оба были счастливы чтобы вот ну люди были счастливыми но естественно очевидно как божий день что государство но мягко говоря заинтересована в другом насколько же вообще тупая логика что мужчине может надоест женщина которая готовит ему кушать там заботиться о нем одевается для него в красивый платье все что-то делать на дома то есть может быть огромнейшее количество причин почему женщина может надо есть мужчине так сложилось до или мужчина вот тупой и незрелый потому что когда он идет в брак он должен понимать что в браке это не праздник каждодневный это не салют от не фонтан то есть соответственно может быть по всякому и ключевое что для него важно в браке чтобы люди жена там и он то есть взаимно заботились друг о друге чтобы как-то проявляли любовь то есть чтобы было спокойно тихо вкусно там тогда то есть зависимости от того как ты представляешь брак для чего чтобы дети росли в нормальной здоровой обстановке уюта добра теплоты любви если этот чувак женился на этой женщине и для него это не приоритет то есть если он как-то незрело подошел к созданию брака да тогда ему можно да есть женщина ну так извините ему любая надоест если вот он такой может быть он не смог обуздать свои какие-то физиологические влечения до или очень тупо это делает то есть он мог бы хотя бы конечно не полица он это делает вот в открытую может быть так может быть женщина начала ему выносить мозг просто в какой-то момент помимо того что она готовит убирается она ему вытрахивает мозг и это тоже опять же его вина потому что он неправильно выбрал женщину себе и я знаю что сейчас то что я говорю это очень многим не нравится пиздуйте на канал мужского движения или куда-то еще там вам будут рассказывать что все во всем виноваты и при этом ваша жизнь никак не изменится только вы виноваты в том что вы неправильно выбрали себе женщину если она начала через какое-то время с вами себя нагло вести всегда сам человек виноват в том как с ним общаются его знакомые друзья близкие коллеги по работе учили одноклассники с сокурсники кто угодно его жена только человек устанавливает нормы и рамки правила дозволенного в общении с собой не общество виноваты мы все как бы примитивны как обезьяны да то есть мы все остальные какие-то животные и к сожалению очень много примитивных и тупых людей которые доброту принимают за слабость если ты добра не думаешь что можно на тебя там на тебе начать ездить охуевать в твой адрес и так далее и это твоя ответственность если ты ничего с этим не сделал поэтому ну как бы грубо говоря суть не в этом сейчас вообще не об этом причин для того чтобы женщина надоело мужчине может быть очень много основная причина все-таки это его неосознанное вступление в брак и не понимание что такое брак зачем он ему нужен вообще зачем он женился ну уж точно выход явно не такой должен быть чтобы женщина становилась там стервой и и так далее это путь в никуда это тупость потому что если женщина уже мужчине надоело значит если она еще и станет стервой если это нормальный мужчина она его еще быстрее заедет он скажет о до свидания все если это мужчина ценит себя если он вот такой если это какой-то пудель тя 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 подкаблучник то он будет это все терпеть хавать она будет нагружать и нагружать его вот этим стервозным поведением но там тоже есть обратная сторона потому что сама женщина через какое-то время настолько будет презирать и не уважать этого мужичка что блеванет рядом с ним просто но не захочет женщина быть с мужчиной который терпит любые ее выходки женщина всегда тянется к мужчине который устанавливает какие-то рамки нормы правила поведения это про какую-то определенную жесткость в хорошем смысле в семье если еще раз десятый раз буду это повторять женщина надоело мужчине в браке то скорее всего эта история все-таки про незрелых людей вступивших в брак про незрелого мужчину в частности если тут в качестве решения до предлагается женщине стать сукой то это еще история про незрелого мужчину и про безмозглую вредную для людей психологию с просто абсолютным непониманием семейной жизни нездоровыми ценностями которая сама не исключено что живет с кошками и собственно говоря история про то что сейчас очень большое негативное влияние оказывается на женщин в частности если мужчина осознанно пошел в семью то он должен быть последним идиотом чтобы не уважать в какой-то момент свою женщину чтобы мы это надоело вокруг на самом деле куча огромное количество заблудших баб вообще заблудших людей в первую очередь конечно же в этом вина этих людей которые не заинтересованы в том чтобы люди были счастливы в том что были крепкие семьи они заинтересованы совсем другом и сейчас такие времена когда как никогда очевидно кто на самом деле они такие но женщины ладно вот они заблудшие они никогда не решали никаких там вопросов то есть извините за сексизм да здесь это не значит я их не уважаю ну женщины это про другое да другие энергии это дети это там забота эта семья это уют это искусство красота что-то вот такое мужчина они всегда были теми кто устанавливает правила рамки линию поведения какие-то законы пишет созидает разрушает строит то есть вступает какие-то конфликты что-то там отстаивает то есть и мужчины всегда в нормальном патриархальном обществе были цензом таким которые выносили свое решение нравится ли им такое поведение женщин там или не нравится мужчины должны быть умнее конечно же но к сожалению только наверное десять процентов зрителей здесь на этом канале они относятся ко всему вышеперечисленному хотя бы к пониманию вот этого остальные все-таки такие которые привыкли винить женщин вот они во всем виноваты они то они всего там и вот вот это получается какая-то странная фигня те люди которые должны устанавливать правила для женщин в том числе и рамки поведения и все остальное они этого не делают они просто жалуются на то что женщины охренели так ты должен быть тем кто устанавливает эти правила и если все мужчины не ты один а все вот в какой-то момент начнут адекватно реагировать на то или иное какое-то там соответственно поведение женщины которые не нравятся начиная с того что вы перестанете лайкать голые жопы и вставить огонек в инстаграме будете писать эй алё там может и оденешься чё как шлюха вообще там выглядишь если все так будут делать женщина очень быстро моментально это почувствует и будут вести себя так как им дозволено женщины всегда будут вести себя так как им позволяют вести себя мужчины до бабам женщину засирают мозги вот такие психологи не говно психологи не как вот это и все остальные но вы должны вправлять этим женщинам мозги вы должны как-то реагировать на их соответствующее поведение как вы собираетесь это делать? Если большинство из вас слово не может сказать, вы увидите эту ватрушку и начинаете прыгать на задних лапках, лишь бы только она меня оценила. Если большинство мужчин в мире общается сейчас с позицией снизу, как вы собираетесь быть тем, кто устанавливает рамки поведения для женщин? И если мы берем тот же ислам, я сейчас ни в коем случае не обесцениваю ни ту, ни другую, ни третью, ни десятую религию, я вообще вне религии, но как пример, там достаточно строгие какие-то правила и порядки, установленные для женщин. И если женщина будет себя вести как-то не так, неподобающе, сразу же на уровне государственности, там, религии, старейшин, чего-то, то есть у них этот институт очень как бы крепко создан, сразу же будет ответная реакция, которая будет ее порицать за какое-то ее поведение. Что происходит у нас, ребята? Почему вы сами, каждый из вас не являетесь вот этим цензором для этой женщины, для любой женщины? Почему вы вместо того, чтобы, например, в очереди какая-то кошелка начала там хамить продавщица, почему? Ее надо ставить, но она красивая, блядь. Ее надо ставить на место, говорить, «Алло, девушка, а тебе не кажется, что тебе там так разговаривать нельзя?» Но большинство из вас засунет язык в жопу только для того, чтобы вдруг, «А вдруг я ей не понравлюсь?» «А вдруг что-то еще?» Вот и пожинайте потом эти плоды. А еще вот эти говнопсихологи добавляют вот в их засранные без того головы еще больше дерьма, а вы потом будете пожинать эти результаты. Короче, пора спасать себя, свои будущие семьи, свою нацию. Вообще, какие-то нормальные этические рамки, нормы и правила. Для этого я вас приглашаю на тренинг-практика, майский тренинг-практика с 29 по 2 мая. Ссылка здесь под видео. Там мы вам поставим головы на место. Там мы вам напомним, что вы мужики, которые выбирают, решают, ставят какие-то рамки, нормы поведения, которые допустимы, которые недопустимы. Вы об этом забыли, ребятушки. И надо вам просто об этом напомнить. Ссылка здесь внизу.